Кремль также намерен использовать ядерную дубинку, чтобы накануне предупредить Запад о готовящейся интервенции в Украине, сообщает канал 17. Россия перенесла свои ежегодные учения своих стратегических ядерных сил в этом году и перенесла их на февраль. Ядерные маневры будут использоваться как предупреждение НАТО и США не вмешиваться, если Москва нападет на Украину. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и глава разведки США Эврил Хейнс говорят, что военное вмешательство России в Украине может начаться в середине февраля. Как правило, осенью Россия проводит учения ядерных сил с применением межконтинентальных баллистических ракет. Но в этом году тренировки проходили в феврале. В США считают, что президент России Владимир Путин таким образом играет мускулами, предупреждая США и Североатлантический альянс не вмешиваться в ситуацию вокруг Украины. По данным издания, тем временем Россия продолжает концентрировать войска вдоль границ Украины. Несколько дней назад на границе было переброшено от 1200 до 2100 российских спецназовцев. В настоящее время общая численность войск, сосредоточенных в Украине, составляет более 100 тысяч человек. По оценкам американских аналитиков, на эту группировку приходится 70% от общей численности войск, необходимых для полномасштабных наступательных операций. Однако в середине февраля Россия может резко увеличить концентрацию войск и развернуть в районах сосредоточение все силы, необходимые для наступления. Россия отрицает любые намерения напасть на Украину. Например, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у Москвы нет такого намерения. Россия не собирается ни на кого нападать, это не в наших интересах и невыгодно, — сказал он. Он назвал предполагаемую российскую агрессию против Украины чушью и иллюзией.